Продолжение следует... По словам Марата Карабаева, это позволило открыть почти 4000 рабочих мест. Отмечу, в столице прошло заседание Совета отечественных предпринимателей. Это уже пятая встреча. На повестке рассматривали вопрос развития отрасли. Премьер-министр Алихан Смейлов подчеркнул, в ближайшие годы примут меры по восполнению минерально-сырьевой базы, упрощению и автоматизации бизнес-процессов на единой платформе недропользователей, углублению переработки базовых металлов до готовой продукции. Все отразят в отраслевых концепциях на предстоящий пятилетний период. Около 38 триллионов тенге потратили из Нацфонда за последние 20 лет. При этом на целевые трансферты направили 7 триллионов тенге, на гарантированные более 30 триллионов. Такие данные озвучили в высшей аудиторской палате. В структуре доходов госпюджета доля трансфертов из Нацфонда за последние 10 лет выросла до 36%. В высшей аудиторской палате рекомендовали правительству сократить целевые трансферты, чтобы обеспечить неснижаемый остаток. Аудиторы проанализировали траты на госпрограммы также, и по данным чиновники неэффективно потратили почти 300 миллиардов тенге. Кроме того, они нашли нарушения на сумму свыше 18 миллиардов тенге. В палате отметили, что еще в 2021 году в стране начался переход от госпрограмм к нацпроектам, но полноценного переформатирования не произошло. Они указали на громоздкость разработанных проектов и дублирование отдельных мероприятий. Более 20 участков автодорог республиканского значения остаются закрытыми в Житесусской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской и Павлодарской областях. Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Идут работы по очистке трасс. Задействовано свыше 500 единиц техники. Продолжается спасение людей, которые оказались в снежном плену. За минувшие сутки на республиканских автодорогах вызвали на 220 автомашин. Спасены 382 взрослых и 35 детей. Например, свыше 30 человек спасли из снежного плена в Карагандинской области. На трассе Караганда-Балхаш застрял автобус с пассажирами. Водитель выехал на второстепенную дорогу и из-за практически нулевой видимости заблудился. Позже он обратился за помощью в единый колл-центр Каза-Автожола. Прибывшие на место дорожники оказали им помощь. Обмороженных и пострадавших нет. Еще 12 человек вызвали на из снежных заносов в Восточно-Казахстанской области. Все граждане России. Двое из них дети. Машины, на которых передвигались люди, из-за непогоды застряли на трассе Усть-Каменогорск-Шипанайха-Граница России. Спасатели доставили их в близлежащую гостиницу, организовали для них питание. В регионе, к слову, остаются закрытыми 15 автодорог. В семье трое малолетних детей отравились угарным газом. Звонок о помощи на пульт 112 поступил от 5-летнего мальчика. На место происшествия прибыли полиция и карет скорой помощи. Оказалось, что дети были одни, были заперты в частном доме. Где находились их родители, неизвестно. Спасатели открыли дверь. Детей направили в областную детскую больницу. Предварительный диагноз – отравление угарным газом легкой степени. Состояние детей сейчас стабильное. Крупную партию наркотиков изъяли у сбытчика в Усть-Каменогорске. Изначально стражи порядка установили факт сбыта чуть более 100 граммов марихуаны 31-летним жителям города. Он продал наркотики 27-летнему мужчине за 38 тысяч тенге. Полицейские позже задержали автомобиль, в котором находился подозреваемый. У него обнаружили сумку со свертком, обмотанным скотчем. Во время обыска нашли еще три свертка с порошкообразным веществом буро-зеленого цвета и специфическим запахом. Экспертиза показала, что это высушенная марихуана. Вес превысил 10 килограммов и также 2 килограмма гашиша. По данному факту проводится расследование. О событиях в мире. Французские врачи вышли на улицы с требованием повысить зарплаты. Общенациональная акция протеста пришлась на разгар эпидемии гриппа и растущей заболеваемости коронавирусом. Доктора грозят закрыть свои кабинеты на целую неделю, чтобы показать всю серьезность своих намерений. Ухудшение условий труда, высокая инфляция, хронические переработки. О недовольстве врачей расскажет наш корреспондент в Париже. Врачи грозились устроить общенациональную забастовку на все новогодние праздники, но решили в итоге этого не делать и не мешать в французах медицинской помощи. Все же вышли на манифестацию. В Париже акция протеста проходит маршем от пантеона до мистерства здравоохранения. Требование протестующих всего одно, повышение гонорара врачей в два раза. Дело в том, что во Франции нет поликлиник в привычном нам понимании. Все врачи-терапевты ведут частную практику. Так вот, минимальная стоимость приема сегодня составляет 25 евро, или в пересчете на тенге 12,5 тысяч. Практически всегда пациенту, страховая компания и государство возмещают полную стоимость приема. Этот тариф не пересматривался с 2015 года. Доходы врачей из-за инфляции в последние годы сильно сократились. И сегодня в стране происходит большой итог специалистов. Мой личный опыт это тоже подтверждает. Сложно найти себе постоянного доктора. Условия, в которых мы работаем, не привлекают молодежь в профессию. Они не хотят так работать. Мы полностью перегружены. Работаем по 15 часов в день. Видим все больше нищеты вокруг. Люди идут к врачу и с социальными проблемами, и с депрессиями. Для наших пациентов мы стали доверенными лицами. По отношению к средней зарплате врача мы находимся перед Албанией. С этой точки зрения, да, нам платят плохо. Но нельзя все сводить к вопросу только денег. Нам нужно время. То есть время, которое мы потратим на заботу о пациентах, а не проведем его за заполнением бумаг. От 50 до 60 часов в неделю работает средний терапевт. И это без учета дежурств. Об этом не говорят, но мы всегда дежурим на выходных. К примеру, меня обязали работать в Рождество. Мы работаем по субботам. Власти страны уже отреагировали на протест. Конечно, со стопроцентным повышением тарифов на услуги врачей правительства не согласны, но необходимость пересмотра гонораров не отрицают. Французские врачи-терапевты сегодня являются одними из самых низкооплачиваемых среди всех стран ОССР. Американская компания Amazon сократит свыше 18 тысяч сотрудников. Это вдвое больше, чем было заявлено ранее. Объясняют, что решение принято в рамках планирования на 2023 год. Мера, вынужденная на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников последние два года. Уточняется, что сокращение в основном коснутся сотрудников отделов продаж и найма персонала. Всего, по данным The Wall Street Journal, в компании до сих пор работало более полутора миллиона человек. Масштабные антиправительственные протесты вызвали резкий рост цен на продукты в Боливии. Больше всего подорожало мясо. Демонстранты перекрыли дороги, связывающие центр антиправительственных протестов в департаменте Санта-Крус с остальными частями страны. Регион производит около 70% сельхозпродукции, которая потребляется боливийцами. Протест продолжается уже восьмой день. Участники акции «Неповиновение» требуют от Ла-Паса освобождения губернатора Луиса Фернандо Камачо, задержанного в конце декабря по обвинению в террористической деятельности. Корпорацию «Мета» оштрафовали на 390 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности. Регуляторы ЕС постановили, что платформа заставляла своих пользователей принимать персонализированную рекламу в нарушение европейского законодательства. Теперь ей будет запрещено вынуждать юзеров в 27 странах блока соглашаться на рекламу, основанную на их активности. Документ может заставить компанию внести дорогостоящие изменения в свои рекламные операции на территории Европейского Союза, которая является одним из ее крупнейших рынков. Руководство «Мета» заявило, что будет подавать на апелляцию. В завершении главным тренером мужской сборной по боксу стал Морзагали Айджанов. Он уже возглавлял национальную команду Казахстана с 2009 по 2018 годы. Напомню, 52-летний Айджанов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. По информации пресс-службы Федерации бокса, в этом году главным турниром для нацсборной станет чемпионат мира. Он пройдет в мае в Ташкенте. Также боксеры начнут подготовку к квалификации на Олимпиаду 24-го. Это все, о чем мы успели рассказать. Эфир продолжит дневная смена. Мой коллега Каержан Смогулов обсудит с экспертами, как снизить число производственного травматизма в Казахстане и усилить ответственность владельцев предприятий за нарушение требований безопасности труда. Не пропустите.